Привет, это Робин Шарм. Я хотел бы поговорить с вами на тему высокое эффективное лидерство в турбулентные времена. Почему я хочу обсудить с вами именно эту тему? Потому что все мы видим, что происходит в мире с глобальной экономикой. Очевидно, что бизнес в привычном понимании слова уже не имеет никакого смысла. Мы видим, что старые способы работы больше не работают в новой реальности. И понятно, что сейчас у вас больше стрессов, чем когда-либо. Будь вы менеджером, предпринимателем, неважно, чем именно вы занимаетесь. Сейчас мы живем в наиболее из хаотичных, проблемных и непредсказуемых турбулентных времен, начиная с 1921 года. Так что же делать? Я хочу поделиться с вами очень практичными идеями, доказавшими свою эффективность в работе с моими клиентами и организациями по всему миру. Например, DP, Nike, Microsoft, General Electric. Я хочу поделиться тактиками, которые помогли тем, с кем я работал, в развитии лидерских качеств. И не только в этом, но и в создании отличной жизни. Я считаю, что быть лидером вне зависимости от статуса очень важно. Вы каждый день ходите на работу в свою компанию и выкладываетесь как денег, выкладываетесь на все сто. Вы внедряете инновации, бросаете визы в проблемы, вы создаете великие команды, вы даете клиентам больше, чем они ожидают, вы относитесь к работе со страстью. Бесспорно, это именно то, во что я слепо верю. Исходя из этого, в чем же смысл быть успешным в бизнесе, при этом терпя неудачи в привычной жизни? И вот в этом и заключается деликатный баланс. Вы хотите быть лучшим в мире, в своей карьере, в своем бизнесе, и в то же время вы хотите жить красивой жизнью. Вот что значит быть самым успешным из людей. И как я уже сказал, сегодняшняя тема высокоэффективное лидерство в турбулентные времена. Если вы читали мои статьи, были на моих презентациях или видели другие мои видео, вы уже знаете, что я обожаю кататься на горных лыжах. Может это будет неуместно, но мне хочется рассказать вам, что я недавно сдал экзамен на сертификат инструктора по горным лыжам. И я рад этому, так как это была моя мечта. И одна из вещей, которым я научился за годы и годы катания, это то, что будь это катание на лыжах, или лидерство, или просто решение повседневных вопросов, все это лишь навыки. А суть навыка в том, что чем больше вы практикуетесь, тем лучше становитесь. Иными словами, на чем мы фокусируем внимание, то и улучшается со временем. Это звучит настолько очевидно, что мы забываем об этом. Если вы присмотритесь к тому, что в вашей жизни хорошо работает, вы заметите, что это те самые вещи, которые вы делаете часто. В американском сообществе по тренингам и развитию подсчитали, средний работник тратит в год 26,5 часов на улучшение рабочих навыков. Всего 26,5 часов в год. Да вы посмотрите на Ленса Армстронга, или на Стива Джобса, или на Ричарда Брэнсона, или на любых других владельцев успешных бизнесов в мире, на великих менеджеров или олимпийцев, великих ученых. Они все тратят ту ему времени на оттачивание навыков. Одно из мировых учений гласит, в среднем гении тратят 10 тысяч часов на то, в чем они хотят быть лучшими. Если посчитать, то получается это около 10 лет жизни без перерывов на сон, еду и отдых. Готовы ли потратить 10 лет жизни, сфокусированной на том, чего вы хотите? Ну что, готовы быть гениями? Это важно, потому что только в обычной жизни, в отличие от обучения, вы сначала берете что-то, а затем платите за это. Быть великим в своем деле, великим в спорте, великим в жизни, быть отличным человеком. Во всем этом вы сначала платите за результат, и лишь затем его получаете. Почему я? Возьмем те же экзамены и сертификат тренера по горным лыжам. Чем больше я катался, тем больше понимал, что лыжи – отличная метафора для бизнеса, для лидерства. Что я осознал, так это то, что чем усерднее ты работаешь, тем лучше катаешься. Вы можете поехать по зеленым дорожкам, легким, и никогда не станете ездить лучше. Там нет никакого вызова, преграды, проблемы, стресса. А вот на дорожках черного цвета все ваши слабости, все ваши ошибки становятся очевидны. И именно в эти моменты вы становитесь лучше. Чем лучше вы понимаете, что делаете не так, тем больше шанс на развитие. И все это время, которое мы проходим через неуверенность, глубокие перемены в рамках компании, как это может повлиять на наше восприятие фактов? Очень просто. Великие станут еще более великими. А те, кто выглядел великими, но имел недостатки, сотрудников без лидерской жилки, им придется найти эти недостатки и либо не исправить их и лишиться бизнеса, либо, что умнее, использовать эту информированность о недостатках, чтобы улучшить свою компанию. О чем я говорю? Очень просто. Трудные времена делают вас лучше. Трудные времена творят великих лидеров. Трудные маршруты тренируют лыжников, неспокойные моря тренируют моряков. А болезненные времена делают людей лучше. Все эти вызовы, трудности на нашем пути, как в организациях, так и в жизни, они помогают нам очиститься от наносного. Все устаревшее, старый образ мышления, несовременный образ жизни, все это остается позади. Это дико трудно, некомфортно, это стресс. Вы не уверены, вам не хочется перемен. Но как только вы идете на это, вы получаете дар. Все устаревшие способы жить, делать дела, решать проблемы и работать остаются позади, разрушаются и освобождается место для чего-то нового, лучшего, если вы сами позволяете этому лучшему войти в вашу жизнь. Великий человек сказал эти слова. Хаос в сердце необходим, чтобы стать звездой в танцах. Они тоже о великих возможностях, которые дают трудные времена, ведь вы можете создать нечто лучшее. Позвольте, я расскажу вам о четырех лучших практиках, позволяющих превратить тяжелые времена во времена возможностей, стать лидером вне зависимости от статуса и зажить более прекрасной жизнью. Первое. Оставьте старые способы работать позади. Это эхо устаревшей жизни, устаревших методик. У меня есть история на эту тему. Жили-были монахи. И жили они в мире, общались друг с другом и с людьми о философии, и вообще все было хорошо. Но тут они увидели красивую женщину около ручья. Один из них обомлел, а затем сказал, что должен оставаться монахом и не имеет права даже говорить с ней. И он перешел ручей, пройдя мимо женщины, где стал дожидаться друга монаха. А другой монах был более находчивый, он подошел к женщине, представился и сказал, я вижу, вы никак не можете перейти через ручей, он весь глубокий, а на вас платят. Могу я вам помочь? Он взял ее на руки и перенес через ручей, где и поставил на землю. Она его пободарила, и он пошел дальше. Двумя часами позже монах, перенесший женщину через ручей, смеялся, выполнял ежедневные ритуалы, а второй монах сидел и молчал. Он был расстроен, и первый спрашивает его, почему ты грустишь? И тот все еще тихий и грустный отвечает, ну ты перенес женщину на руках через ручей, это против наших правил, меня это расстраивает. Второй же, который помог женщине, перенеся ее через ручей, отвечает, мой друг, я лишь перенес ее на другой берег, а вот ты до сих пор перенесешь ее на своих плечах. Вы теперь можете спросить меня, что это за история такая, но я думаю, что в ней есть важный момент, что-то, чему стоит научиться, а это и есть суть первой тактики. Надо отпустить привычные способы работы, видение того, как должно быть. Очень важно не держаться за прошлое, не поступать, как тот монах, который нес груз проблем с собой и дальше, на дни и месяцы вперед. Будьте как его друг. Он оставил прошлое в прошлом и сделал шаг в настоящее, потому что устаревшие методы работы, того, каким все должно быть, не могут быть истинными вечно, и скорость перемен лишь увеличивается. Если вы ходите на работу ежедневно и вы застряли в прошлом, я гарантирую, что блестящего будущего у вас не будет. Если вы застряли в прошлом, постоянно обдумываете старые способы общения с клиентами, о старых видах менеджмента, старых моделях лидерства и вообще жизни, как раньше. Так вся ваша энергия и большая часть ресурсов мысли и креативности – все это тоже сложно. И как же вы можете стать лучше в будущем, если большая часть вашей креативности – в прошлом? Вы должны отпустить прошлое. Отпустите его. Вторая практика. Чтобы стать сильным, лучшим лидером в независимости от положения, идеальным во всем, что вы делаете, нужно защищать свои мысли. Средства массовой информации – это сплошной негатив. Многие бизнесмены сейчас негативно настроены, и люди на улицах тоже. Сейчас все и всего боятся. Скорее всего, именно ваши мысли, ваше мышление – ваш самый ценный актив. Потому что ваши идеи – то, что правит вашими действиями. А действия определяют результат. Не только на работе, но и в личной жизни. Если вы начинаете мыслить негативно, если застреваете в прошлом, если вы теряете надежду – ведь не зря говорят все лидеры-продавцы надежды – то вы теряете свои силы. Вы не добьетесь целей, упустите возможности и явно не сможете перевести свою жизнь и карьеру на новый уровень. И вот, что я вам предлагаю. Практика номер два. Защищайте свои мысли. Читайте книги, которые вдохновляют. Читайте книги великих лидеров. Читайте умные книги. Читайте книги о тактике построения жизни и достижения мечты, создания желаемой реальности. Окружите себя людьми, которые ведут себя так, как вы хотели бы вести себя по жизни. Окружите себя теми, кто обсуждает, что классного есть в мире, в бизнесе. Ведь знаете что? Да, сейчас трудные времена – экономически, организационно, в обществе. И в то же время – это величайшие времена, в какие вы только могли бы жить. Не будет лучшего времени для вас стать лидером вне зависимости от статуса. Вы можете получить уникальные позиции для влияния на жизнь прямо сейчас. Никто не должен заставлять вас, приходя на работу, внедрять инновации, страстно относиться к своим делам, делать больше ожидаемого. Вы можете выйти к соседям прямо сегодня через свое поведение и позитивное ко всем отношение. Вы можете начать вести людей за собой одним своим примером. Все старые устои лидерства рушатся. Сейчас на самом деле происходит демократизация лидерства по всему миру, и вы можете стать тем, кем хотите. Если перефразировать слова Ганди, сейчас великое время, чтобы стать лидером, и перемены начинаются именно с тебя. Поэтому защищайте свой образ мыслей, чтобы на вас не давили, чтобы вы не смотрели на мир глазами страха, чтобы не упускали возможности, и чтобы вы были светом в мире, полном тьмы. Потому что во многих смыслах быть лидером, вне зависимости от положения, означает быть источником света для людей. Быть лидером, пока все вокруг чувствуют себя жертвой и страдают от заболевания под названием ощущение себя жертвой по любой причине. Третья практика о том, как быть лидером и чувствовать себя хорошо даже в тяжелые времена, такова. Делайте больше, чем ожидают. Как именно? Ну, например, вы можете быть уставшим в конце дня, делая работу за коллегу, или вы в замешательстве от того, что все в организации изменяется, и все в диком состоянии турбулентности и неуверенности. И вы даже не знаете, в каком отделе будете в конце квартала. И даже в каком бизнесе будет компания через полгода. Происходит масса перемен, но очень важно сфокусироваться именно на том, что можете контролировать вы сами. Сконцентрироваться на своей сфере ответственности, и в этой сфере сделайте больше, чем ожидают. Это лучшее, что вы можете сделать как лидер. Быть продавцом восхищения во всем, чего вы касаетесь. И, кстати, не забывайте развивать свой словарный запас лидера. Слова, которые вы используете, это сила, и от них зависит ваше эмоциональное состояние. Разработайте язык лидерства. Не распускайте слухи, не жалуйтесь, не ругайтесь, не используйте плохих слов. Начните использовать язык, на котором бы говорил человек, лучший в том деле, каким вы занимаетесь. И посмотрите, как вы будете себя ощущать, и насколько лучше стали результаты. Четвертая практика покола. Будьте здоровы. Какой смысл быть самым богатым человеком на кладбище? Сейчас трудные времена, масса стресса, и это все копит проблемы в вас самих. Это влияет на вашу силу, креативность, ваш характер. Как я уже говорил, когда вы в лыжах на вершине горы, и вам предстоит трудный спуск, во время этого спуска вы всегда замечаете, что в вашем катании срочно нужно улучшать. Это дар. Если вы будете знать о себе больше, вы начнете делать больше правильных шагов. И эти улучшения послужат вам на пользу. Да, я понимаю, что вам приходится преодолевать множество трудностей, и стресс, и растерянность, и хаос. Но такой подход на самом деле полезен для вас. Он сделает вас более сильным и креативным, и вы сможете стать лучшим лидером и человеком. И ни в коем случае не болейте. Нет никакого смысла вы тратите здоровье на пути к успеху. Делайте перерывы хотя бы по 20 минут в день. Ешьте хорошую еду, это важно, так как некоторые наедаются, чтобы чувствовать себя лучше при стрессе. Не ешьте фастфуд. Пейте больше воды, ешьте витамины, ешьте только лучшее, будто вы звезда, так как это поможет вам в жизни. Оставайтесь здоровым, мыслите позитивно, и помните, тяжелые времена рождают лучших лидеров. Я Рубин Шарма. Спасибо за то, что были со мной. Продолжайте быть лидером вне зависимости от положения, и делайте все, чтобы быть примером для всех, используя все возможности, чтобы стать тем, кем вы хотите, как в компании, так и в семье, и в обществе, и даже в мире. Мать Тереза говорила, если каждый из нас подметал хотя бы у порога своего дома, весь мир был бы чистым. Спасибо.